Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель ZOPPO ZP998 Наконец-то приехал к нам наш товар Будет очень много интересного Будет много интересных новинок восьмиядерных И других моделей интересных А сейчас непосредственно о этой модели Это очень интересный смартфон Поставляется он вот в такой вот коробке Давайте посмотрим сразу же комплектацию А потом перейдем непосредственно к смартфону Здесь на коробке у нас есть все технические характеристики 5.5 дисплей, Full HD, восьмиядерный процессор 2 гига оперативки, 16 встроенных и тому подобное В комплекте нет ничего особенного Здесь оригинальная пленка Такая же пленка уже установлена на экране Документация, гарнитура Гарнитура у нас вот такая Вот даже не вижу смысла ее проверять, тестировать Потому что качество будет плохое Стандартно зарядка хорошая и USB кабель Ни бамперов, ни чехлов к этой модели нет А поэтому переходим непосредственно к нашему смартфону Экран смартфона имеет размер 5.5 дюймов Экран у нас здесь стекло Однозначно я не буду говорить, что тут горилла Или закаленное стекло Я этого не знаю, потому что нигде об этом не говорят Я лишь знаю то, что модель будет отличного качества Не будет никаких царапин на этом стекле С качеством зопа мы все знакомы Все проходили, все знаем Спереди мы можем видеть динамик Фронтальная камера на 8 мегапикселей Датчик приближения, датчики освещения Индикатор пропущенных звонков Снизу стандартно все Три сенсорных кнопки Меню домой-назад С этой грани телефона мы видим качельку громкости Больше ничего нет Сверху у нас микрофон и разъем под наушники С этой грани у нас интересное решение Кнопка включения и кнопка фотографирования отдельно То есть производитель Zopo возвращается к тем традициям Ноки, тех кнопочных смартфонов, телефонов Когда можно было просто нажать кнопку и сделать хорошую фотку То есть в данном случае это очень удобно Мы допустим так вот держим телефон Сфокусировали и нажали и он сфотографировал Снизу у нас есть еще один микрофон Разъем под microUSB Собственно больше ничего нет Материал изготовления корпуса этого смартфона Это пластик В многочисленных превью в интернете видел Что вот эта вот задняя крышка якобы кожзам Нет, это пластик Который издает характерный звук Никакой это не кожзам Никакая это не кожа В целом смартфон можно охарактеризовать Что это копия на Samsung Galaxy Note 3 Потому что в Note 3 именно вот такая вот ребристая поверхность Только там она кожаная Здесь это пластик Очень интересно сделано Очень все круто, стильно и со вкусом Логотип Zopo 13-мегапиксельная, даже 14-мегапиксельная камера Отличная вспышка И вот такая вот решеточка под динамики Это действительно два динамика То есть получаем, что в этой модели Как бы стерео-стереодинамики У него есть разъем под microSD карточку У него есть разъем под стандартную большую симку И под microSIM Аккумулятор в этой модели Поставляется в комплекте один Его емкость 2400 мАч Также хотелось бы сказать немножко О корпусе данной модели Корпус идеальный Здесь все собрано отлично Крышка не имеет никаких люфтов Не трещит, не хрустит Все собрано супер Но когда я пользуюсь смартфоном Я держу его как-то вот так вот И вот этим вот пальцем внизу Я дотрагиваюсь до вот этой вот части Основания смартфона Скажем так Она не монолитно тут закреплена И как бы есть небольшой люфт И вот эта вот часть она двигается То есть это такой небольшой недостаток По сборке этой модели Смартфон ZOPO ZP998 Имеет 8-ядерный процессор Великолепный экран И другие отличные технические характеристики Давайте эти моменты все посмотрим Через программу Antutu 25552 балла И по характеристикам Как мы видим Прошивка 4.2.2 Android MTK6592 Графический ускоритель Mali-450 Разрежение Full HD Задняя камера на 14 мегапикселей у нас Здесь идет 2 гигабайта оперативной памяти И в данной версии идет 16 гиг встроенной Частота каждого ядра По 1664 мегагерца 8 ядер, которые могут работать одновременно Фронтальная камера здесь у нас 8 мегапикселей Ну и в принципе различные датчики Датчики мы посмотрим через программу Z-Device Test Здесь есть рабочий GPS, Wi-Fi, Bluetooth Есть компакс, акселерометр Есть датчик освещения Датчик приближения Есть, по моему мнению, хорошая вспышка Хорошего уровня Есть технология NFC Есть гироскоп И различные пространственные датчики Через программу Antutu Tester Можно посмотреть, каково количество у нас точек касания Точек касания всего лишь 5 Сама прошивка в телефоне полноценно имеет русский язык То есть здесь вы не найдете ни одного китайского софта Здесь все почищено Можно выставлять вот эту вот тему Она несколько необычна для нас Можно поставить обычную тему Вот их выбор То есть здесь, какая вам нравится, такую выставляете Из основных особенностей, что есть интересного в прошивке Во-первых, это возможность обновления по воздуху То есть есть у нас прошивки Мы можем загружать, обновлять Только нужно быть подключенным к Wi-Fi Далее, что у нас есть в настройках В настройках у нас все более чем стандартно Профили звука Как всегда, две ненужных технологии улучшения звука Есть настройки экрана Clear Motion Это технология улучшения изображения плавности На процессорах MTK6592 Также яркость Яркость, запас яркости у нас Довольно-таки хороший запас Экран очень яркий Также производитель Zoppo добавил вот эту вот технологию Которая может перелистывать у нас рабочие столы Картинки Может делать фото при действии вот этом вот И в принципе больше так особо Особо каких-то таких уникальностей здесь нет Вот покажу вам версию прошивку На которой я снимаю сейчас видеообзор Одним из самых важных моментов любого смартфона является его экран Напоминаю, здесь у нас 5,5 дюймов дисплей Full HD разрешение IPS матрица Таким образом мы получаем очень качественные картинки Очень качественную цветопередачу Углы обзора шикарные Ну и давайте буду демонстрировать вам это все Сейчас у меня экран на максимальной яркости Вот вы можете видеть Какого качества Этот дисплей Углы обзора Экран имеет хорошие углы обзора Ничего плохого я по этому поводу сказать не могу И вот еще одна вам картинка Ну видно, что качество изображения Что не уходят цвета в негатив Как вот так вот их можно различить Так и в таком положении тоже Конечно же, основной вопрос к этому смартфону Можно задать в плане производительности Ведь здесь 8-ядерный процессор MTK6592 Здесь 2 гига оперативки И графический ускоритель Mali-450 Понятно, что YouTube, браузеры, запуск видео Это все работает отлично Все воспроизводится Что мы можем посмотреть из производительности Как справляется данная модель с графикой Nenomark нам показывает 47,6 fps Далее я тестировал Epic Citadel Которым набрал наш смартфон Тоже около 40 fps То есть, ну не столь много Наверное, даже сейчас не сохранились эти результаты Искринно я не сделал на тот момент Осталось только посмотреть производительность данного смартфона Через современные игры Которые я установил Перед этим хочу сказать пару слов о звуке Я не могу сказать, что звук в данной модели идеален До сих пор для меня является идеалом звука Это Lenovo K900 Он выдавал звук как через внешний динамик суперский Так и через наушники То есть, в наушниках частота звука Басы, все было на уровне И там действительно был уровень звука крутой Здесь смартфон в софте Он звучит громко Вот как сейчас Здесь два динамика, я вам напоминаю Но при этом медиа звук Он уже воспроизводит его не так громко И не так, как бы мне этого хотелось В наушниках то же самое Звук не на максимальной громкости И я не могу сказать, что идеальное качество звука Вот это максимальный уровень звука Не могу сказать, что это хороший звук Итак, переходим непосредственно к нашим играм Основные игрушки, которые я покажу Начнем с Asphalt 8 Здесь у нас максимальное качество графики Я уже подготовил, выставил Давайте смотреть, как эта игра запускается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что картинка радует В общем, что процесс воспроизведения игры очень хорош Следующая игра, которую я хочу вам продемонстрировать Это Dead Trigger 2 Здесь у меня максимальные настройки графики выставлены В принципе, давайте смотреть сразу же Как эта игра у нас воспроизводится Я установил настройки графики На смартфон также San Andreas Однако, я не смог его запустить У меня выдает ошибку Поэтому покажу вам третью последнюю игрушку Это NFS MostV Далее я бы хотел поговорить о таком моменте, как GPS Работа GPS, работа GPS в данной модели Я читал отзывы У некоторых людей GPS не работал И когда первый раз взял этот смартфон в руки Поставил там программы соответствующие на него Начал тестировать GPS У меня очень долго был первый старт Холодный старт Хотя я всегда через Wi-Fi Всегда EPO-карты прогружаю Однако, в этой модели старт был очень долгий Чему я очень удивился Однако, потом, минут через 10 Он стартанул Он схватил все спутники необходимые И потом GPS начал работать Также вопросы были и о том Работает ли ОТГ кабеля, ОТГ разъем Однозначно работает Все супер Возможно, отзывы писали люди У которых были старые прошивки Одним из самых больных мест Современных MTK6592 Вопреки всему Вопреки тому, что говорили Писали на форумах Что платформа более энергоэффективная Что меньше потребляет энергии До сих пор аккумуляторы работают очень-очень средне Емкость аккумулятора в данной модели Составляет 2400 мАч Вот что я получил по результатам моих тестов 335 баллов в Antutu тестере Примерно такой же показатель у меня был В модели THL T100S На самых-самых ранних прошивках Я думаю, что Точнее нет, я уверен Что с приходом более новых прошивок Аккумулятор будет гораздо лучше работать Далее я тестил его в режиме игры Вот вы видите За час 58 он разрядился со 100% до 5 И последний тест Это всегда у меня максимальная яркость Это в режиме видео В режиме воспроизведения фильма Допустим 2 часа 34 минуты То есть результаты по аккумулятору Очень и очень слабые Как по мне на данный момент Однако я уверен Что в будущем с выходом новых прошивок Этот момент будет полностью излечен Что касается камеры Камера меня всегда радует У производителя ZOPO всегда камера достойного уровня Фронтальная камера на 8 мегапикселей Она без автофокуса Задняя камера основная у нас на 14 мегапикселей Видео записывается в формате Full HD Вот 14 мегапикселей А вот видеозапись в формате Full HD Макросъемка меня очень радует Все всегда шикарно Все действительно фотографируют идеально По-другому я не могу сказать Фотографии дальних пейзажей Я выложу, вы посмотрите Эти фотографии тоже выложу, тоже посмотрите Видеозапись у меня происходила в формате Full HD 1920х1088 точек Камера меня однозначно порадовала Что ж, рассмотрел я для вас эту модель Модель под названием ZOPO ZP998 Это новая модель, можно сказать флагман Что я могу по ней сказать? Однозначно это удачная модель Удачный дизайн у этой модели Удачная кнопка вот эта вот Хороший шикарный экран 5,5 дюймов Full HD разрешение Отличная матрица Есть у этой модели минусы Из того, что я заметил Это во-первых Это вот тут вот корпус немножко поскрипывает Во-вторых Не очень устроил меня звук И на данный момент В процессорах MTK6592 Меня не устраивает Как работают аккумуляторы в этих моделях Во всем остальном Реально я не могу найти никаких минусов Камера отличная Все фокусирует так, как надо Корпус отличный Вот эта вот крышка Тоже мне очень нравится Надеюсь, что Будут прошивки Знаю, что они будут помогать И эта модель будет еще лучше и лучше А так, модель в Украине Стоит примерно 310-315 долларов На этом буду заканчивать Спасибо за внимание Впереди много обзоров Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Буду рад для вас снимать еще Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!